Всем привет! Смотрите, какая классная миниатюрная штука у меня в руках. Это капсула мини. Такая милашка! Официально заявляю, девушки правят миром. По крайней мере, среди голосовых ассистентов, иначе, друзья, я просто не знаю, как объяснить вам, почему компании стремятся найти самый нежный, самый приятный, самый мелодичный, самый, в общем, самый-самый-самый идеальный голос для своих ассистентов. У Mail.ru уже была такая колонка, но не такая, конечно, большая, опять же, с Марусей, и обзор на нее у меня уже был на канале, ссылочку оставлю где-то здесь, а может быть, она где-то тут даже появится. А сейчас они решили выпустить вот такую мини-версию, которая стала гораздо компактней, в какой-то степени удобнее, но при этом сохранила функции и даже получила чуточку больше. Короче, давайте смотреть, слушать, сравнивать, почему мне приходят в голову только слова на S, а потом сделаем, опять же, выводы. Начнем по традиции с внешнего вида. Она очень компактная, буквально помещается в руке и крайне приятная. Не знаю, что делает ее такой привлекательной, обтекаемая форма, классный материал или эти милые глазки. Друзья, простите меня, пожалуйста, но уровень мимимишности зашкаливает, и мне кажется, я максимально сейчас необъективна. Надеюсь, вы это выдержите. Эта колонка просто забрала мое сердечко. Она может быть двух цветов, и мне повезло, потому что оба цвета у меня в руках. Честно говоря, я обычно склоняюсь к выбору светлых оттенков, ну или ярких, а здесь я просто не могу выбрать. Эта не чисто серая, она с вкраплениями, как, собственно, и эта колонка, не чисто черная. Они с вкраплениями, и от этого выглядят как-то благородно и стильно в обоих случаях. Сверху находится сенсорная панель управления с четырьмя кнопками. Вокруг панели, чуть снизу, есть цветовая индикация. Еще ниже два разъема Type-C и AUX. Они не прикрыты никакими заглушками, поэтому, полагаю, о защите от воды тут не может идти и речи. Колонка, кстати, с изюминкой, это как раз-таки вот этот точечный LED-экран. Хотя нечто похожее мы могли видеть в чехлах для флагманов бренда Samsung или в колонке от Яндекс, которую они выпустили не так давно. Яркость подстраивается под окружающее освещение. Выглядит это все как глазки, поэтому немного даже олицетворяешь колонку с живым существом, но это крайне мило. Короче, я поняла, мне нельзя такие девайсы на тест брать, и не объективно, вообще. Более того, колонка может похлопать глазками, когда вы с ней говорите, раскрыть их или вовсе уснуть. Такие перемены у меня постоянно вызывали дикое умиление. В комплекте ничего, кроме зарядного блока и инструкции нет. Хотя как же, вы еще получаете бесплатную подписку на ВК-комбо на три месяца. Приятно? Настройка колонки максимально проста, капсула сама говорит, что нужно делать, и вам остается только ее послушать. Мне, кстати, сразу прилетело обновление, оно заняло не более пяти минут, и я сразу же начала ей пользоваться. Расспросила, кто она и что умеет. Ну что, маленький тест-драйв. Маруся, что ты умеешь? Я могу повторить ваш последний заказ в Delivery Club. Развеселить анекдотом, почитать новости и запустить радио. И это еще не все. А что еще? Маруся, что еще? Я могу бросить манетку, включить шумы для работы или отдыха, спрогнозировать время в пути и посчитать сколько дней до Нового года. И это еще не все. Маруся, что еще? Вот такой вот большой у нее послужной список. Немало, согласны? И для досуга, и для самодисциплины, и для детей. В общем, подойдет для совершенно разных сценариев. А когда колонка просто так стоит, то она работает как часы и показывает текущее время. Спрашиваешь, какая погода, она не просто скажет, но и покажет. Маруся, какая погода сейчас в городе Туймазы? Сейчас в Туймазы дождь, гроза. Температура 26 градусов. Как вы уже заметили, все это время она у меня стоит на проводе. Увы, но встроенного аккумулятора здесь нет, поэтому с собой на прогулку эту малышку не взять. Колонка работает только от сети. Но много ли компактных устройств с голосовым ассистентом, именно автономных, вы знаете? Мне, честно говоря, в голову приходит только одна колонка JBL Link Portable. Но она не такая уж и компактная. Музыку через капсулу можно слушать через сервис ВК, Бум, Спотифай и посредством Bluetooth. Выбор большой, и это довольно круто. Музыку через капсулу. Со звуком у колонки проблем нет, она маленькая, но удаленькая. Однако все же стоит помнить, что это мини-версия большой колонки. И ставка тут сделана больше на голосового помощника. А если вам нужно больше звука, то ее можно подключить к внешней акустической системе. Хороший ход, не находите? Пробежимся по функциям. Есть так называемый утренний режим. И для этого достаточно колонке сказать, Маруся, доброе утро! Ранняя пташка. Надеюсь, вы отлично выспались. Рассказываю, что там на улице. Сегодня в Москве будет облачно дождь. Температура 18 градусов. Пусть сегодня все будет, как задумано. Кстати, о планах. У вас нет напоминаний на сегодня? Давайте узнаем, что сегодня отмечают. 2 июля 2021 года. День спортивного журналиста. Всемирный день собаки. Праздник язвенников и трезвенников. Всемирный день НЛО. Все самое необходимое. Погоду, новости, положение рубля на рынке. Обо всем узнаете прямо с утра. Возможно, вы даже этого не хотели. Но колоночка вам об этом здесь тоже расскажет. И я считаю, что это наоборот. Круто. Позже можно оформить заказ, например, из Макдональдс. И позавтракать под любимую музыку. Вызвать такси и поехать на работу. Ну просто идеальное утро получается. Помимо управления голосом, колонкой можно управлять сенсорными кнопками. Всего их 4. Вызов Маруси, управление громкостью и включение-выключение микрофона. Кстати, микрофонов тут тоже 4 штуки. Они скрыты под тканевым корпусом, как и динамики. Но распознают голос хорошо и слышат очень чутко. Колонка также умеет управлять умным домом. В приложении можно найти целый список работающих с колонкой систем. Это тоже очень круто, я считаю. Потому что я фанат таких историй. Да и думаю, будущее как раз таки за ними. И вы наверняка хотите обзор сравнения этой колонки с Яндекс.Станцией Мини. Если это так, напишите комментарий под этим видео. Потому что тогда у меня будет гораздо больше мотивации ее наконец-таки отремонтировать. Потому что ее съел кто? Правильно, Конор. В целом, капсула Мини это особенное решение, при этом своевременное для тех, кто хочет пользоваться умным голосовым помощником. Ждет от него функциональности и компактности. Ну а благодаря интегрированным в нее сервисам колонка отличается в лучшую сторону, в отличие от других производителей. Напоминаю, хотите сравнения этих малышек с конкурентами? Дайте мне знать об этом в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо огромное за то, что посмотрели это видео. Совсем скоро вернусь.